Была ли когда-либо на западе такая положительная репутация лукашенко если на сегодня день у него какие-то сторонники идейные сторонники или все же как говорится только бизнес и ничего личного на самом деле никогда практически у лукашенко положительного положительной репутации странах запада европейского союза соединенных штатах великобритании самого начала буквально лукашенко начал демонстрировать свой аппетит к авторитарным методам правления за за несколько лет после прихода на пост президента в этом году он уже заработал достаточный материал для импичмента если вы помните в 96 году такая тема была к сожалению она не была доведена до конца и лукашенко сохранил свой пост более того он провел референдум который позволил ему уже действительно на закладательном уровне укрепить свои расширенные полномочия что и стало таким началом построения авторитаризма которым мы его видим сегодня если же говорить о его друзьях и и союзниках которые есть безусловно такие существовали всегда есть такие которые идеологически настроены на именно такой метод правления сильная рука придушенные медиа подконтрольное гражданское общество ну и в целом царь решает то что будет в стране и такие на самом деле находятся люди и за рубежом которые верят какие-то сказки что беларусь не готова к демократии что белорусам демократия не нужна и что на самом деле все они стремятся к тому чтобы лукашенко оставался у власти как можно дольше есть также и те люди которые заинтересованы финансовых имеют финансовые интересы и это могут быть и бизнесмены это могут быть например был такой почетный консул беларуси в словении шкрабец который долгое время участвовал бизнес-проектах крупных бизнес-проектах в беларуси и в то же время помогал обходить санкции лукашенко в мае этого года по по настоянию диаспоры по настоянию демократических сил и тихановская лично мид словении отозвал лицензию почетного консула шкрабцом но при этом конечно же он не перестал делать то что он может делать но какой-то репутационный ущерб он тем не менее получил и есть конечно разные дельцы в таких авторитетных международных организаций спортивных в том числе здесь мы конечно искать определенную спекуляцию поскольку за руку никого не держали но мы понимаем что хоккей и футболе других видах спорта финансовые интересы отыгрывают определенную роль что касается рене фазеля то такие спекуляции относительно его реальных интересов в проведении чемпионатов именно в беларуси ходили уже достаточно давно и тем не менее это не помогло ни его интерес не вовлеченность не не его такие приятельские отношения с лукашенко или наоборот миллиардность лукашенко в адрес фазеля не помогли сохранить чемпионат по хоккею беларуси в этом году и это тенденция на самом деле продолжилась валерий нам правильно поняли что в основном это чиновничий состав а если среди вот интересантов режима лоббистов его медиа личности какие-то вот лидеры мнений и крупный бизнес на самом деле лидеров мнений пожалуй таких нет журналистов если это будут то это конечно будут маргинальные голоса которых сразу же обращают внимание особенно на фоне событий последнего года когда позиция по событиям беларуси абсолютно солидарная такого уровня солидарности в адрес беларусов мы никогда не видели и поэтому она на этом фоне любая попытка оправдать действия лукашенко каким-либо образом они конечно сильно выделяются и и становятся объектами для повышенного внимания и даже критики поэтому по-настоящему таких поклонников сторонников на западе не видно сейчас валерий а вот если информация о финансировании лоббирование интересов лукашенко в европе и может известно какие суммы на это обычно тратится мы знаем доподлинно то что в прошлом году на конце года когда принимался третий пакет санкций определенные лоббисты определенных олигархов белорусских принимали такие усилия для того чтобы не допустить их включения в санкционные списки и что-то им удалось не все но тем не менее сами европейские чиновники были в ужасе от того что оказывается на их в пределах их юрисдикции происходят такие вещи они были этим возмущены обещали расследование обещали результаты этого расследования так ничего мы не узнали но тем не менее факт остается фактом то что эти люди проявили себя достаточно активны хотя надо отметить что это их не спасло многие из них оказались в санкционных списках уже через полгода в июне 2021 года не потому что не помогли олигархи не помогли их лоббисты а потому что они не перестали поддерживать лукашенко финансово и таким образом остались мишенями для для санкций если говорить о стоимости таких услуг то это не будет не обязательно должно стоить слишком дорого это фактически те компании которые знают как решать вопросы условно говоря это происходит и европейском союзе это происходит и соединенных штатах есть разные законы которые регулируют такую деятельность в сша мы знаем что лоббистская структура работала на на то чтобы помочь лукашенко отправить американскую нефть беларусь ну и это была такая не идеологическая работа она была больше практическая и заинтересованность том чтобы ослабить энергетическую зависимость беларуси от россии но в то же время мы недавно узнали о том что одного российского одного белорусского олигарха начали представлять в вашингтоне юридическая компания судя по всему для того чтобы защитить его от действий американской санкции валерия вот на местах локально как-то проводится какое-то какое-то контролирование таких людей лоббистов пытаются их как-то выяснить кто и что делает в интересах лукашенко если говорить о сша то эта информация открыта можно ее отследить есть законодательства сша которые предполагают открытость и прозрачность такой информации лоббисты которые особенно работают на иностранных агентов они должны зарегистрироваться и должны показывать отчет сколько это стоит раскрывается контракт и все подробности мы конечно же не можем на них влиять в практическом смысле не может прийти и подать на на человека в суд поскольку это все в рамках закона но тем не менее обращать на это внимание поднимать вопрос средствах массовой информации что определенная фирма юридическая конституционная фирма обслуживает диктатора безусловно все это можно делать и если такие случаи становятся известными то как правило это диаспора делает она поднимает такой вопрос начинается а вот несмотря на зашкаливающую токсичность лукашенко все-таки на западе еще остались действительно влиятельные и серьезные фигуры которые могут и оказывают режиму поддержку или уже больше нет таких я бы сказал что если такие силы остались они сейчас себя ведут очень и очень осторожно для того чтобы просто мейнстрим такой что если выйти из какими-то аргументами в пользу лукашенко оправданиями его действий то это будет слишком дорого стоить поэтому воздерживаются такие силы и на самом деле они в принципе маргинальные это не это не президенты это не премьеры это не это не какие-то люди которые влияют на общественное мнение серьезных масштабах поэтому это скорее всего маргиналы какие-то идеологические скажем так люди которые занимают определенные ниши но реального влияния не оказывает не мейнстрит тем не менее они в определенных ситуациях могут быть полезны для режима и режим долгое время культивировал таких людей а создавался посмотреть на то кого приглашает мид беларуси для наблюдения за выборами как правило есть миссия ОБСЕ которая приезжает это профессионалы а которая следует очень четко всем протоколам профессиональным а но также приглашает и людей за сам режим в ручном режиме отбирает людей которых приглашает как международных наблюдателей и зачастую скармливает это через пропаганду людям а как посмотрите приехал какой-нибудь бельгиец который очень солидно выглядит по-французски или по-английски и безусловно этот человек не будет врать он все видел и может подтвердить что выборы были блестящими вот поэтому такие манипулятивные техники на люди которые стоят за этими именами они могут быть абсолютными маргиналов как стоит расценивать заявление возможной встречи макея с представителями мид польши в нью-йорке нет ли здесь противоречий с тем что заявляли представители польши ранее я думаю что в данном случае может идти речь об обсуждении тематики о бс е поскольку польша будет следующим председателем бс е в 2022 году и это в принципе нормально когда министерство иностранных дел той страны которая приходит на этот пост проводят консультации со всеми странами которые входят состава поиск е поэтому по моей информации тема для обсуждения будет именно такая работа в рамках оба если а еще вот вопрос продолжение силы лоббистов и возможности их манипулировать влияние на европу что можно предложить вот от режима европейским чиновникам дипломатам кроме финансовой заинтересованности чем еще можно что называть купить или уже все диалога никакого не будет только финансовые интересы только деньги это может быть на самом деле достаточно простые вещи приехать хорошо отдохнуть в беларуси и где тебя будут принимать по высшему разряду и там без без предъявления чеков что-нибудь такое что-то похожее мне приходилось видеть на работе в министерстве основных дел когда в минске беларусь приезжали а международные наблюдатели именно такого рода неофициальные наблюдатели никого особо не представляющие в личном качестве прибывающих но им там оказывался королевский прием это всегда подкупает это льстит особенно как раз такими зачастую достаточно обыкновенными людьми встречается на очень высоком уровне они на таком фоне готовы много чего рассказать такого что будет выгодно властям